всем привет всем привет друзья катаемся дальше а мы едем с вами путешествие великорецкое отъехали от чипецка казанский поворот как вы понимаете вот указатель вам пожалуйста малмыш вятские поляны казань город киров ну великорецкое то мы проезжать будем полностью город киров поэтому сниму вам еще и город киров за одним да венечки им продаются попариться не желаешь я не очень люблю баню не любим баню да хотя было такое желание когда-то построить баню да даже в саду было за пожелание но чё-то как-то так как мы баню не очень мы решили ну чё зря тратить деньги да но будет стоять баня ну и не будет нас стоять дальше чем мы повернули на казанском повороте в сторону на авиацк и сегодня мы будем проезжать на авиацк поэтому надеюсь нам повезет а мы не будем стоять на переезде я очень надеюсь поэтому покажу вам и на на авиацк тоже на авиацк еще не показывали да частный сектор брошено тут слушаю туда вглубь то тоже так разросся хорошо там вот где-то дальше будут виднеться там и домики какие-то такие знаешь такие солидные домики то или мы их уже проехали вот тут сделали пешеходную зону да надо же как-то людям ходить тогда дом меня конечно поражает вот этот который вот где-то там где-то там в глубине мне нравится в кустах в кустах в киене с первой ну это да такой замок тут есть это по-моему березина или нет или даур или березина цветочки цветочки молодцы вообще как мне нравится вот я говорю иногда заедешь частный сектор такая красота цветочки все выкошено все чистенько все прибрано тут кстати больше машин то мы хотели сюда да заезжать тут больше машин на этой заправочке обычно мы иногда и сюда когда едем уже в сторону кироводок здесь заправляемся но папа сегодня решил заправиться там в Чепецке сегодня у нас по сути говоря обещали грозу да ну такими какими то тут гроза там гроза здесь гроза но обычно гроза она же долго то не бывает да может там час погремит это у нас район татарки это уже на авиацк это уже на авиацк сейчас это часть города кирова улица коммунистическая направо вот на этой остановочке мама стояла ждала автобусы и вот тут вот раньше не было вот этого ничего сейчас можно в магазин зайти вот да вот тут построили напротив да а раньше тут была вот остановка и все тебе стой тут жди автобус мерзни да мерзни мерзни серый хвост а волчий хвост угу угу магнит ну на авиацк он тоже он длинный же да да длиннейший на авиацк ну посмотрим переезд пожалуйста открыт будь будь пожалуйста открыт ой не знаю что то машин то передних ну в смысле нам навстречу то не идешь ооо кира то весь в дожде да ты че а вот наверное открыли только что нет поехал так пожалуйста не закрывайся перед нами вон 125 автобус куменский знакомый да вот на это на таких автобусах нет я то когда ездила там не такие как раз ездили а большие такие автобусы ездили ну тут тоже настроили шиномонтажей вон здесь вон около переезда то да ничего проедем не мигает еще ничего так вот ну вот это переезд как раз на авиацкий на котором в свое время в автобусах мы провели много времени да потому что тут можно было застрять и на час на час и на полтора да можно было застрять и стоять тут и стоять и в общем опоздаешь везде и вся в общем как то так ух повезло нам сегодня с переездом да нам сегодня повезло да потому что здесь мы его чаще всего объезжаем я когда езжу на работу я всегда его объезжаю потому что не хочется меня здесь долго времени проводить а это вот хлебобулочный комбинат БКК на авиацко или Кирова как он вот булочно кондитерский комбинат так и называется просто да да булочно кондитерский комбинат и когда ты проезжаешь вот в этом месте всегда очень вкусно пахнет булочками да конечно пряничками да ну в общем кондитерскими изделиями да да ну значит мы едем в дождь да Новоавиацк район магазина Рассвет раньше сейчас по-моему называется просто универмаг потому что как такового магазина Рассвет уже нет а тут у них больница поликлиника на авиацкое давай давай там ДПС парень дверь сплошную машина ДПС ну так что мы вчера видели с тобой что ДПС пешеходов не пропускает ну да едет так что это видели это видимо норма вот сейчас это не рассвет сейчас это просто большой магазин универмаг ой универмаг в общем не знаю а вот это наша сказка мы сюда в фикс прайс с тобой заходили несколько да а это военная инспекция им до фонари это у них что тут дом культуры на авиацке а здесь у них школа ну не знаю по номерам как там школа не знаю автоинспекция ладо ладо военная честно говоря у них же там свое военное военная прокуратура военная но там у них другое немножко как бы это структура то ну вот куда мы с вами заезжаем то это у нас что лыжный комбинат вот тоже меня кто-то спрашивал лыжный комбинат работает в полной своей мере выпускает лыжи по-моему даже лыжи не было очень даже неплохие потому что лыжная продукция используется даже по-моему использовалась в общем на наших лыжах ездили олимпийцы ты понимаешь да я слышала такое ну не знаю я вот слышала я говорю то что я слышала поэтому тут вот такой вот торговый центр построили олимпом да но он давно уже так то но его раньше по крайней мере не было вот НЛК видите аббревиатура наивятский лыжный комбинат видите работает 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 вот здесь тоже настроили если кто давно не был вот это построили все дождь то начинается слушай походу ну мы в точку походу едем походу да вот здесь вот торговый центр с одеждой тоже построили класс ну это знаете такие оптовые торговые центры где продают одежду ну не оптом оно в розницу но много-много целый такой склад можно сказать да так это что у нас на авиазку ну крутится крутится в голове название остановки да я забыл тоже прикинь забыла вот он стадион да вот круто дом культуры нет да дом культуры да 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 а вот здесь у нас находится новый микрорайон елки парк вот новый микрорайончик вырос буквально за пять лет назад наверное да елкин парк хорошенький мне нравится малоэтажное строительство так ну что мы едем с вами дальше а кому понравилось это видео смотрим это видео в этом видео мы говорим вам всем пока и продолжаем путешествие в сторону Великорецкого всем добра и всем пока пока